Начало активности клещей, конец февраля, если мы говорим про эксодовых клещей и пероплазмоз и бобезиоз, которые боятся все, и паразитируют они до начала ноября, конца октября. Правильно сказать, не сами клещи опасны, они милые создания, а вот то, что живет в них, к сожалению, приносит угрозу. Помимо них есть еще и другие внешние паразиты, это ушной клещ, кожный клещ и прочие другие. И здесь, собственно, важно подбор правильного препарата и, собственно, понимание, что мы можем самостоятельно сделать дома, что нельзя. Есть профилактические мероприятия, когда мы обрабатываемся от паразитов с профилактической целью, так сказать, предупреждая. А есть, собственно, лечение. Самолечением заниматься не нужно. Если вы заметили, что ушки черные, появились лысины на теле, покраснения какие-то, лучше обратиться к врачу. В зимний период также нужна обработка, потому что ушной клещ никуда не девается, он может просто случиться и зимой. Если мы говорим по действующим веществам, которые мы можем использовать, да, то в зимний период, если нам не нужна защита от эксодовых клещей, да, это может быть селонептин, могут быть фипронин, имидоплоплит. Если мы говорим про эксодовых клещей и действительно проверенные препараты, да, и проверенные действующие вещества, это флорайнер, саллайнер, в первую очередь, без них никуда, это импорт. И имидоплоплит как препарат, как действующее вещество, которое есть и в отечественных препаратах тоже. Продолжение следует...